Друзья мои, добрый день еще раз. Сегодня 18 марта. Сотрудник КГБ, ФСБ и так далее. Прошла информация, сегодня публикуют СМИ о том, что в Чечне прошли массовые митинги офицеров полка Кадырова, которые протестуют против публикации в новой газете и так далее. Я откровенно говоря не знаю, насколько это соответствует или не соответствует действительности. У меня были конфликты в ФСБ с чеченцами. Но, кстати, надо дать должное диаспоре чеченской, что этот конфликт знают все. Они в курсе этого конфликта. Я обвинил одного из сотрудников чеченца ФСБ, что он при помощи бандитов решал хозяйственные вопросы. Выселял бывших сотрудников КГБ, которые уволились. Я рассказал об этом. Девочка пострадала. Я писал жалобы. И надо дать должное чеченской диаспоре, что она не вмешивалась. Но мы жили в такие времена. Это были времена бандитских войн, полного беззакония. Я им благодарен, что они не вмешивались. Почему? Тут нет ничего. Тут обычный хозяйственный сбор, обычная уголовщина. Обычные, так сказать, ну, к сожалению, конфликты в том числе и военных структурах и в структурах ФСБ между военнослужащими, сотрудниками, они неизбежны. И, так сказать, тут, в общем-то, ничего такого нет. И поэтому чеченцы, они не вмешивались в этот конфликт. Хотя, ну, прекрасно понимаю, в кое с вами мы живем. В те годы меня могли вывезти за лес, застрелить, просто закопать. Уверяю вас, так сказать. Но, тем не менее, надо дать должного. Не хватило мудрости, здравого смысла, что называется, это ерундой не заниматься, когда обычные хозяйственные споры решаются таким образом. Это беззаконие, тем более в системе правительных органов. И чеченцы тут, я сама тут совершенно ни при чем. Так вот, по поводу этих публикаций. Ну, я хочу к ним обратиться, к чеченцам, к ребятам. Но, друзья мои, это работа журналистов, понимаете. Нравится вам, не нравится. Да, к сожалению, мы живем в сложные времена, есть определенные средства, информация, которые выполняют чьи-то роли и заказы. Ну, что делать? И я, кстати, хочу сказать, что, конечно, я сложно отношусь к Кадырову. Там очень сложная ситуация. Но страна вышла, республика вышла из гражданской войны, из гражданской войны. Да, ведь война в Чечне была признана геноцидом. И, кстати, геноцид не попадает под свои данности. Там была убита и ранена более, называют цифру от 90 до 120 тысяч граждан. И еще, кстати, подсчеты четко не установлены, сколько там убитые и раненые. Я не выставлю. Да, то есть, помните, после штурма Грозного там валялись люди месяцами, что из другой стороны и так далее. Это была гражданская война. И вывести республику из войны любыми способами, хоть какой-то там восстановить порядок. Конечно, говорить о законности в полном, там сложно. Потому что, ну, такова своя специфика. Но Кадырова тогда должная. Не скажу, что там было, так сказать. Да, действительно, видимо, наиболее радикальных критиков какие-то вопросы с ними решают. Но это ненормально. Я думаю, что Кадыров человек не глупый. И, так сказать, тоже будет пресекать подобные вещи. Потому что, ну, наша задача вернуть в правое пространство. Все, понимаете. Если вас критикуют средства информации, ну, ну, не надо так с ними, что называется, разбираться по-пацански. Из суды, из уголовной дела, из еще что-то. Поэтому, да, но ситуация сложная. И я понимаю, может быть, действительно, и бойцы Кадырова там тоже не возмущены, потому что их обвиняют. Но, к сожалению, такие факты имели место быть и, возможно, имели место быть. Но это задача журналистов. Это их работа. Да. Какие-то факты высвечивать. Может быть, где-то подавать в ракурсе излишней конфронтации, излишнего эмоционального фона и так далее. Но это вот такие условия. Поэтому понятно, что ситуация непростая, сложная. Но вот она имела место быть. Ну, что хочу сказать. Ну, вот так вот мы живем. Наша страна очень сложная. Еще раз говорю, республика вышла из этой тяжелейшей войны. Ядко, иногда, в 90-е годы, когда все начиналось, 96-й, 95-й, седьмой год, когда Косовьевский год подписали, я уже понял, что, к сожалению, Чечня выйдет из состава России. И это будет цепная реакция. Но, к сожалению, к счастью, случилось то, что случилось и Кадыров, его группа. Надо так должное. Они это просто остановили. Поэтому... Ну, не надо, так сказать, там, людей заставлять извиняться на коленях, там, что-то. Ну, какой-то уж совсем трэшом заниматься. Еще сложный закон и порядок. Не надо. Надо действовать в науке законодательства, обращаться в суды, писать жалобу прокурору, обжаловать. Если кто-то оскорбляет в интернете, возбуждать дела. Ну, никаких там избиений, понуждений, прощений быть не должно. И я думаю, что Кадыров в этом плане просекает такую воритивую инициативу таких. Это не должно быть. Ну, и вот надо должное, что, так сказать, фактически. Какая-то система управления там восстановлена. Это самое главное. Еще раз говорю, эта республика вышла из тяжелейшей войны. Я, откровенно говоря, я вот по-человечески хочу сказать, что когда стоял вопрос ехать в Чечню, что жить, я боялся. Я, честно хочу сказать. Не потому, что я там трус, но просто что такое война, тем более гражданская война. Там нет никаких правил. Я боялся, я не поехал в путь. Я скажу честно об этом. Ну, вот такая ситуация. Вот так это все произошло. Спасибо, Ваше.